Мы попадаем с вами в квартиру, 225 метров, на 10 этаже, и на первый взгляд она кажется достаточно простой и минималистичной. Потому что многие привыкли видеть у нас на рынке квартиры в таком перегруженном, помпезном, царском стиле. Это совсем другое, и этого на самом деле очень мало в Петербурге. Такие квартиры есть уже в европейских столицах, они есть в Москве, но в Петербурге это действительно штучный товар. И сейчас я подробно расскажу, почему так. Первое, что хочется отметить, это, конечно же, вид, потому что даже когда вы входите в квартиру, это первое, что бросается в глаза, и многие архитекторы, дизайнеры это отмечают. Важно, чтобы вид было видно сразу. Ну а вид у нас через вот это панорамное остекление на 180 градусов, он просто открыточный. У вас и разводной мост, и Нева, и Смольный, и, конечно, сад военной медицинской академии, который летом просто будет зеленый оазис, в котором можно и гулять, и любоваться. Про техническое оснащение этой квартиры можно снять отдельный ролик на целый час. Скажу лишь кратко, что здесь есть топовая шумоизоляция и сверху, и снизу, и от соседей, фильтры химической очистки воды, вентиляция, кондиционирование в каждой комнате. В общем, абсолютно все, что есть на рынке. Поэтому давайте больше говорить все-таки про интерьер и остановимся вот на этих межкомнатных перегородках, которые есть и между кухней, и гостиной, и кабинет. Они, кстати, тоже привезены из Италии, сделаны из алюминия, и каждая из них стоит порядка 6 тысяч евро. Если в кухне у нас панорамное полукруглое остекление, то в гостиной это просто стеклянная стена с таким же прекрасным видом на Смольный и на парк. И вообще в гостиной нет ничего лишнего, чтобы отвлекало вас от вечернего просмотра фильмов или, например, посиделок у камина. Камин, кстати, на биотопливе. И вообще в этой квартире нет ничего искусственного, здесь все настоящее. Если вы видите дерево, то это натуральное дерево. Если огонь, то огонь живой. Это спирт или биотопливо. На первый взгляд, все это достаточно простая, минималистичная мебель. А на самом деле сюда приезжали итальянцы, все это замеряли, а потом очень долго делали. Вот это, например, саундбар. Это не просто шкаф. Вот здесь открывается стереосистема, и вот даже когда открываешь, возникает такое очень приятное, дорогое ощущение. Кабинет от зоны гостиной отделяют такие же алюминиевые межкомнатные перегородки. Вы можете или уединенно работать, или быть со всеми вместе. И здесь шкафы делала та же самая итальянская компания, только здесь они уже на электроприводах, и в них прячется вся оргтехника. Принтеры, сканеры, домашняя библиотека. И открываются и закрываются они просто по нажатию кнопки. Отдельно хочется сказать про свет в этой квартире, потому что он весь приведен из Италии. Я не просто так сюда забрался, потому что вы можете взять, одной рукой снять, поменять их местами, поменять черные на белые, а потом просто взять и направить по вашему настроению, в зависимости от того, что вы будете делать, сидеть у кабина или смотреть фильм. Сейчас мы попадаем с вами в приватную часть квартиры. Это главная мастер-спальня, и возникает ощущение, что в квартире вообще не живут. На самом деле это не так. Вот смотрите, за этим шкафом скрывается полноценная гардеробная комната, где просто масса мест для хранения. Но это еще не самое интересное. Пойдемте дальше. Через эту секретную дверь мы попадаем в главный санузел. Он впечатляющих размеров. Здесь есть и ванна, и душ, ну и все сделано просто на высочайшем уровне. А это вторая спальня. Она тоже большая, 23 квадратных метра. При этом у нее есть и своя гардеробная, где будут лежать все ваши вещи, и полноценный санузел, поэтому это тоже мастер-спальня. Вообще формат проживания, когда при каждой спальне есть свой санузел, он для длительного жилья становится нормой. И люди, которые попробовали жить в таком формате, они от него уже не отказываются. Помимо кухни и гостиной, в ланировку квартиры включает в себя кабинет, две полноценные мастер-спальни со своими санузлами, отдельный гостевой санузел, хозяйственную комнату. А вот за этой панелью, смотрите, как интересно она открывается, есть полноценная постирочная комната. Даже мебель сюда тоже привезена из Италии. Вот за этими фасадами скрывается огромный холодильник. Но речь не про него, а именно про фасады. Это так называемый копченый дуб, который нагревают в специальной печи, и он приобретает такой карамельный оттенок. Это делается очень долго и стоит очень дорого, и редко где используется. Субтитры сделал DimaTorzok